Всем привет! Возвращаемся мы на наш Гарена Инвайт Кап и сейчас мы посмотрим, как будут играть третью игру команда Кэтс против команды Итс. Сейчас счет 1-1. Хочу сразу заметить, что у Итсов такие замены интересные. То есть из Итсов у нас только Блесс и Доминейшн и 3 ЕУ игрока это Эвердрим, Айс ЕУ Хак и Крэки 13-37 из Тришек. Ну а у Кэтсов мы знаем их звездный состав это Гесху, Артмейстер, Шулла, ФФ и Квай. И уже мы как раз перешли на пики. Ребята очень быстро пикают. Это Рапсодия, Гаунт, Летхага и Баблс, Инженер и Ревенор. То есть за Дабл Мит и Ци уже свой показали. Вот такие вот ребята будут. Сразу у нас в бан улетели Темпес, Пестелинс, Паразиты, Офелия. Дальше уходит у нас Папет Мастер. Так, хочу напомнить, это также все та же. Одна четвертая финала сетки Винеров. Недавно мы смотрели Сваги против Рия, где Рия одержали победу в 2-0. Ну Сваги молодцы, хорошо огрызались. И в принципе, ну чуть-чуть не хватило вот этого Интскила. По вардам постоянно носились, не угадывали, где варды стоят. Ну может там пару раз угадали. Ну и посмотрим, кто будет следующий оппонент для команды Айс, которые в сетке Винеров прошли Куамов. Также с счетом 2-0. Сейчас вот для них мы смотрим, какой будет противник. Также хочу заметить то, что команда Stone выиграла первую игру у команды Сунг. Давайте даже посмотрим. Как это было? Вот так вот. Если бы вы все видите, переиграли стоны Тиму Кезу. Так, возвращаемся к Рия. Так, у нас улетели в бан еще Доктор и Пульсер, Кракен, Слизер и Лот Стоун. Да, Лот Стоун, а правда он улетает в бан, потому что Шула очень сильный лот Стоунер. Мы помним против команды БМЖ, он вообще просто был MVP данной игры. Был везде, всех убивал. Так, на этот раз Шула у нас будет играть на Гринексе. Так, думает Блесс, о чем поиграть. В принципе, Гена пикает быстро, я так понимаю. У них свои заготовочки, они пикают свой сильный пик, чтобы не было вопросов. Ну да, Катам надо сейчас проходить, чтобы не упасть в лозера, чтобы взять реванш у Айсов, которые их выиграли в 2-0. На прошлом горе на Инвайт Капе, поэтому будут потеть сейчас ребята. Ну и посмотрим, как обновленный состав Итсов будет играть против Кэтсов. Но если одну игру отжали, первую игру они же выиграли, я думаю, там все достаточно неплохо. Я так понимаю, сейчас на Инвайт Капе можно будет делать такой микс, называть европейцев. Конечно, будет совсем не прикольно, если будет играть один СНГ игрок и 4 европейца. Это еще будет весело. Дранкинмастер. Бальфагор для Квая. Вот так вот. Для Борьки забанили Темпеста, Фелию, Паразит. Также в бан улетел, но... Не знаю, Боря может и на Магмусе в лесу поторчать ему. Это нормально. Так, вот так вот будут керить на ТМе. Риа нам показали то, что керри ДМ себя очень сильно оправдывает. Доминейшн будет нам показывать Кега Вэи. Давай. Дима, посмотрим, что ты нам покажешь. Ну, пожелаем удачи обеим командам. Командам у них сейчас решается, кто проходит следующую стадию. Ну и сразу тактическая пауза. Сейчас подумают, какие лайны расставлять, что вообще делать. Возвращаем мы... Входим мы как раз в игру. Убрал я сразу эту сеточку. А то опять забуду. Будете ругаться. Вот тактическая пауза. Вот тактическая пауза. Вот тактическая пауза. Так, что-то команда у нас немножко задерживается. Вроде коты все знают, куда бежать FF керриет на Хаге. Ну, это привычно. Он это умеет. Это у нас получается... Такой дабл мид будет. Гаунтлет и Рапсодиа. Не, мы уже видели такой дабл мид. Он очень сильный. Так что все норм. Но дабл мид Ревенор против Инженера, мне кажется, как-то посильнее выглядит. Конечно, да, контроля много от Гаунтлета и Рапсоди, но там... Два стана, куча дамаги. Это надоедливая турелька, которая тебе не дает пройти. Более, я думаю, Доминейшн достаточно уже сильно подзадрослал на Инженере. Он знает, как ее ставить. Потому что тут не будет легкая игра для котов. Вот, в принципе, вот так вот. Так, ну, FF соло будет стоять. Больфагор пособирает трупиков. Пойдет фармить споты по чуть-чуть. Гринекс будет соло. Ну, а тут такой дабл мид. ДМ будет с импасочкой. А Бабблс будет терпеть. В принципе, противостояние Бабблс-Хага уже очень давно мы наблюдали. Так, все, продолжает игру. В принципе, по сути дела, из-за двух таких очень сильных скиллов Бабблс выигрывает свою лайну. Ну, выигрывает противостояние против Хаги. Плюс есть Тейкавер, который может ту самую ульту или Хаунд задоджить. Ну, в общем, посмотрим. Тут, тем более, у нас игрок команды Айс Йо Хаг будет играть на Бабблс. Тут, я думаю, для Хаги, думаю, будет тяжеловато стоять с ним. Ну, посмотрим. Я просто не видел, как вот эти товарищи играют, поэтому ничего сказать не могу. Просто для меня сейчас это будет новинка какая-то. Либо открытие новых лиц каких-нибудь. Ну, сейчас стандарты уже какие-то. Расстановки вардов на Хаги с почти первых секунд, чтобы видеть всякие подходы. Ну, шууу не забустили. Ну, или забустили. Бустили вардом. Так, ну тут, да, тут палят. Его хорошо. Он сам тут уже понял, что палило. Так, Бабблс. Ну, бляд знает, как играет Бориан на Бальфагоре, поэтому... Я уверен, была дана команда, вот легкий спот, завардить, чтобы не было такого оверфарма у Бальфагора, который может выйти на 10-й минуте из леса, там, 300-250 гпм, еще с хорошими такими шмоточками. Сейчас пока будет ждать трупов. Так, тут сразу небольшой такой въезд. Ну, так, чисто поагрессивнее, чтобы ребята знали, с кем они играют. Так. Ну, главная, конечно, тема будет твориться у нас на Миду. Бабблса так, чуть погоняли. А Бальфагор собрал своих двух крипов. Сейчас побежит. Так, тут у нас контр-въезд в гаунтлета. Ну, это чисто так, чтобы... Ребята не расслаблялись. В общем, весь экшен мы ожидаем на Миду, конечно. Так, что у нас по крипам? 2-0. По крипам выигрывает дабл-мид команды ИЦ. Тут Гринекс. Ну, лечит экспу, в принципе, все нормально. Так, тут у нас инженер чуточку залез так. Нормально, что получил по голове. Тут на первый скилл еще есть, так что нормально все. Так, и... Да, отлично, ФБ есть для команды Кэтс. Поздравляем. Все грамотно сделали. Тут еще и Рапсодия живая осталась. Так, тут у нас Гринекс чуть-чуть подамаживает. Будет мешать фарму для Эмпаски. Не успевает ничего спереть. Так. Сейчас, по идее, по идее, по идее, должна... Да, банка уже пришла для гаунтлета, и сейчас он нормально так экспу полечит. Так, Бабблс Хага. Давайте посмотрим Бабблс Хага. Так, 4 на 7, 5 на 7, Бабблс 6 на 4. Ну, в общем, что я говорил. Вот, если пацан рукастый, он спокойненько будет вот этот фарм забирать у Хаги. Но пока более-менее ровненько так. Бальфагор не отдает крипов. Да, Бабблс так вот чуть-чуть забирает. Но тут я не думаю, что он серф даст, потому что это смерть его будет. Вот тут FF уже 4 левел. Ну так, тут у нас... Тут у нас нормально так въехали в Ревенора, но он отлично все сделал. ТП шнулся на Рапсодию и чем не дал Гаунтлету перчаткой дать по голове. Так, тут у нас Гринекс воюет с импаской. И еще удар. Бах. Так, тут у нас опять на место. И тут у нас умирает Рапсодия. Тут уже контр въехали. И счет на Миду 1-1. На мячу пока 1-1. Так, тут у нас что лите для Гаунтлета. Да, е-мое. Это курица сапожок летит для Гаунтлета. Но сейчас... У инженера, конечно, нет маны. Можно было бы попробовать убить этого товарища, но не получится. Так, собирается Гринекса. Да, Гринекса собирается убивать. И я думаю, что убьет. Убьет Гринекса. Так. Не, не убьет. В общем, Шула все сделал грамотно. Не разорвал этот первый скилл от импаски. Чем не дался застанить. И... Все норм. Бежал. Ну, я думаю, ему надо апнуть 4-й левел. И можно уже на мид приходить. Первым скиллом. Тут уже... Рапса так... Не агрессивничает. Импаска на мид передвигается. Которую как раз никто не увидел. И сейчас будет фьест. Только вот интересно, в кого будет фьест? В гаунтлета. Ротмейстер у нас постепенненько так отводит грипов. Ну, приход импаски... Говорят, ну, 100% будет на ком-то килл. Да, вот сейчас апнул 5-й левел. Да. И быстро так. Въезжает у нас в гаунтлета. Нет, смотри. Артмейстер все сделал грамотно. Притянулся перчаткой. То есть, вообще, все по скиллу. Скажу, что... Вообще, на пятерочку сыграл. Не дался убить. Не запаниковал. Вот что главное. И Генка хорошо. Так встал, что... Рейндж перчатки. Был хороший. Ну, молодцы. Молодцы, Кэтсы. Все отлично. Так, тут у нас... Так, по статистике. Хага 21 на 9. 16 на 4. Да, FF переигрывает. Баблса. Так, а тут у нас... Вот так вот. Въезжает в Ревенора, но... Ревенор убежит. Потому что... И у того, и у того сапоги есть. Так, ДМ уже 6-й. Так, по XP у нас за счет лесного Бальфагора выигрывают товарищи из Кэтс. Ну, тут Баблс убежит. Он не даст себя убить. Так, заб... Руну. Так, что тут у нас Гринакс вытворяет. Разорвет? Да, разорвет. Ну, тут просветили, но... Гринакса тяжело будет убить. Он тут еще и сам... Импаску, да. Отличная игра отшила. Саня, молодец, но... Тут... Да, убежит. Вообще, молодец. Отлично все сделал, но... Ну, ну, ну... Нет, сам тоже отъедет. Эвердрим не простил. Так, не хватает гаунт для того, что... Левела, чтобы... Хорошо разбираться с вот этим... Негодным инженером, который... Постоянно. И не хватает 6-го левела Баблсу. Так, пауза от Хеллборна. Так, понимаю, у кого-то лагает. Так, дисконнект у кого-то. А, да. У европейского... Игрока команды Итс. Сейчас мини-дисконнекты появляются, поэтому... Жалуется. Ну, подождем. Пока счет 2-2, но... По Экспе... Как-то, вырывается вперед. По 4-5к Экспы, но... Тут за счет лесного Больфагора еще раз отмечу, что Боря хорошо себя реализовывает на Больфагоре, там, на... Ну, на любом леснике он играет стабильно. Он дает такой хороший буст. Сейчас посмотрим, какой первый айтем он соберет. И... Ну, сейчас по стандарту где-то... Сейчас седьмая минута наступает. На минуте восьмой он выйдет, и будут уже пушить вот этот... Вот этот тавер. Потом перейдут сюда. Потом перейдут сюда. Ну, у Кэса, в принципе, очень стабильная такая... Связочка. Они очень таймят. Все. Тут... А... Не, катапульт. Они, когда катапульта уезжает... Начинает пушить. Поэтому, я думаю, это будет скоро. Сейчас он... Больфагора заберет. Тут крипов. ФФ протащит... Вот эту линию. И с катапультой пойдут пушить. Да, вот. В принципе, все по таймингу. Как я уже и говорил, ребята делают. Тем временем Гринекса... Я так думаю... Переместиться сейчас на мид. Это дадут артмейстеру получить шестой левел. Тут у нас у Рапсы. На два скилла хватит, поэтому... Норм, все. Тут подстакивает чуть. Так. Еще у нас и... Ревенор. Отвалился. Так. Посмотрим. На зебоде. А тут у нас уже... Сунг пока лидирует. 11-3. Это у нас какая игра? Это у нас вторая игра. То есть, счет может быть 1-1. Так что... Там еще тоже ничего не ясно. Своих оппонентов пока дожидаются с лаги. В первой игре игроки команды Рея жаловались такие на мини-лаги. Ну, как-то... То ли прошли, то ли под этими лагами играли. Ну, в общем, все нормально. По ГПМ... Тут из-за килла, конечно... Дранкинмастер впереди. 43 на 16 по крипам. Котов пока стабильненько. Мне вот это... Пока более-менее так нравится. Конечно... Зажали бедного Гринокса. Но он свою экспу получил. Еще тем более импаску там нагрел. В общем, пока норманненько. Все у кэтсов, у яйцов. Баблсу надо срочно 6-й левел лапать. Выходить. Мид гангать. Гена Гесху видит. Вот эти все телодвижения, которые на миду будут. Так. Продолжаем. Да, еще нет 6-й левела у Ревинора. Да. Импаска подходит. Но импаску видят. Вот этот вардик видит. Вот этот. Вот эту часть хг. Поэтому все нормально. Так. Опять у нас. Тут у нас... Кто опять летел? Опять убавился. Дисконнекты. А тут у нас и ци не видят то, что Гринекс прилетает. И сейчас апнув 6-й левел, гаунтлет пойдет в фаст инженер точно будет. Там прокаста хватает. На инженера 4-го левела, у которого 644 хп. Тут нужен бабл с 6-м левелом. Тогда вот этот весь паровозик они, конечно, уберут. Так, посмотрим. У Эвердрима нет, к сожалению, у него ТП телепорта. Поэтому тут будет драка 3 на 3. Так, Бальфагор у нас... Нет, Бальфагор у нас не вышел, то есть стабильности нет. Не будет в этой игре. В ожидании. Пока ничего не происходит. Паузим, да паузим. Так. Так, тут у нас что? Ну тут... Сунг... Ну пока тащат. Но это только пока. Там эта... Жесткая собака на джукере может очень сильно игру перевернуть. Напомню, джукер, это Дезмон. Так. Возвращаемся в мою игру. Давайте. Снимайте паузу. Да, выбегает у нас Гринекс. Как раз вот апнул, что я левел Гаунклет. Что я говорил. Но сейчас будет хукать. Хук будет? Так, тут у нас еще и Бальфагор пришел. А, да. Тут у нас Гринекса видят. И сейчас будет контр-въезд Гринекса. Будут быстро его сбривать. Я так думаю. Как раз затаймил Шула вот этот скилл. Отличная ульта по всем от Бальфагора. Но забирает Гринекса. Тут у нас еще и ДМ прибегает. Будет. За кем ДМ побежит? Да нет, ни за кем не прибежит. Отлично. Контр-въехали. На своих оппонентов и ЦИ. Облез. Знал. Что товарищ Гринекс где-то лазит. И ошивается на миду. Ну и ульта Бальфагора, конечно, не сильно много дамаги нанесла. Я думаю, была дана более-менее как заслоуить. Так, по ГПМу. ДМ у нас впереди. ФФ. ФФ изменил свою тактику. Лайт Бренд без всего. Сейчас. Начинается с тимбутсов. Что, попытка номер два? Будет хук? Нет. Не рискует, кажется. Не, вот он хук. А, ну тут, конечно, не смогут убить Ревенора. Ну тут Креки вообще всё классно делает. Он с первым скиллом сразу влетает в ту же самую Рапсу, которая там ещё скиллы раздаёт. Ну, в общем, всё замечательно. Делают ребята из ИЦ. То есть, не просто так вот этот дабл мид их снести. Так, тут у нас Хага. Хага постепенненько фармит. Так, посмотрим по Крепам. 50 на 16, убавился 22 на 4. Так, а, тут у нас авто-тейкавер стоит, я так понял. Не думаю, что сейчас отдаст Бабблс. Не, смотри, FF всё сделал круто, но сейчас... Да не-не-не, не туда он прыгнул. Товарищ Еухак. Так, а тут тем временем у нас... Нет, Каунтлит у нас умер. Так, вот этого товарища можно забирать, почему нет? Да, Гринекс у нас тут прибежал. Тут сразу въехали в Гринекс, и Гринекс вообще смели просто очень быстро. Даётся ульта от Бальфагора. Будут убивать Ревенора. А тут у нас ещё и импатка полуживая. Нет, тут у нас Бальфагора ещё могут оттащить. Настакалась Турелька. Да, мне кажется, ещё и Бальфагора. Да, Бальфагора быстро смелеет. Тут Генчик у нас забирает Ревенора. Тем временем FF у нас убил Инженера. Ну, такой, размена 2 в 3. Молодцы, коты. В общем, делают... Пока всё нормально. Этим разменом преимущество по голде 1500 и 2500. По экспе. То, что Дэяма, конечно, убили, это плохо для Этсов. А Хага сделала килл, получила ассист. В общем, для FF больше не нужно. У него через 300 голды уже будет Лайт Бренд. Так что всё хорошо у котов. Ну и в принципе, неплохо всё у Этсов. Саппорты имеют сапожки. Блесс с доминашином. Интересно. Вардят вот... Такие варды. Почти идентичные. Не агрессивные, я бы так сказал. У Генчика они какие-то более такие... Нестандартные. Что Блесс, в принципе, не палит. Вот этот вар... Так, тут у нас въезд. Гаунтлит. Ну, тут Рапсодия вообще всё отлично делает. А тут у нас Бальфагор въехал. Сразу перчатка в Бабблса. Так. Отлично. Давайте убивать. А, ну тут ульта от Инженера. И Бальфагор ещё сам сейчас отъедет под ультой Эмпаски. Спасли Гаунтлита, отдали Бальфагора. А тут Бабблс летел. Бабблс умер. Хорошо, настакал все дамаги Ревенор. Поэтому Бальфагор вроде он такой и плотненький, но отъехал быстро. Тем временем у Эфэфа уже Лайт Брэнд. Гена тут запалил вот этот вард. Парень глазастый, знает своё дело. Эфэф подтаскивает крипов, чуть-чуть дамажит товара. В общем, делает свою работу. Ту, которую он и умеет фармить. Приносит своей команде пользу. Так, подтаскивая товара. Ну, Экшен на виду, конечно, себя оправдывает. У нас получилось 13 киллов за 12 минут. Нормально. Гринекса, конечно. Гринекс тоненький, он вообще просто пушечное мясо для Ревенора. Под ультой Эмпаски вообще просто сбрил его. За три удара. Потом ещё и затыкал Бальфагора. Так, по крипам вернёмся. Крипам 52, 12 у Гаунтлита. Так, 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 так. Так, ну, ровненько, ровненько команда и тут. Ну, пока преимущество, напомню, за кэтсами. Да, как я говорил, Генка увидел вот этот вард, он сразу его снял. Генка это Гесху, капитан команды. Нет, капитан команды у нас Шула. Гесху драфтер. Так. Вон тут. Быстро, конечно, сбрили этого Ревенора. А, ну тут ещё и Эмпаску заберут. Да. Тут изикил для ФФ. Тут развардели, конечно, попытались всё поразварживать, но не видели вот этот, вот эти подходы от Хаги, которая так незаметно влетела, дала ульту, быстро сбрили и убежали. Тем более, там мискликнул Ревенор. Я думаю, хотел в кого-нибудь въехать, чтобы двоих застанет, но... Чё тут баблса? Не. Так, на Т2 пошли. А, тут двоих поймали, тут... Тут Генка сразу даёт деф ульту, и её ещё... Да, вот только что её сбил, но тут быстро у нас сбрили баблса. Так, Бальфагор замедлил. Ульта по двоим, я так сказал. Так бы сказал. Ну, разменялись. Нормально ещё и баблс у нас байбэк сделал. Интересно, зачем? В общем, а пока... По... Вот этому файту... Коты держат верх. Да, нашли вот этот вард. Пришлось два варда, два контрварда поставить, чтобы найти вот этот вард от Генки, потому что, ну, видно было, что коты всегда видят и знают, что там происходит. Сейчас четвером пушат. Тут дефайт будет? Да, тут как раз ТП. Массовое ТП. Так, сделали. Так. Грин, Гринекс. Начинает Гринекс. Не застанело. Да, ну тут быстро, конечно. Съели у нас товарища инженера. Тут также разрывает Ревинора. Ну и давай, до свидания, импаска. Нет. Тут, топ. Ну тут, да, баблс еще и отъедет. Еще отъедет импаска. Даблтап для Шулы. Один килл себе. Забрал FF. Ну, коты молодцы вообще. Сейчас пока переигрывают. ДМ тут не участвует в этих пати. Кэт Гейминг все правильно делает. Тут не надо проседать. Они пошли вчетвером. Тут забрали раз вышку, два вышку. Сейчас пойдут на эту вышку. Да, Квай у нас покупает Мекку. Пока, так, по ГПМ уже почти 500 у Хаги и 335 у ДМа. Ну, пока все, начинает уже овер такой фарм делать. Сейчас у него будет книжка. А, смотрите, FF крипа пропустил. Да. Такое нечасто увидишь. Ну, вот видите, такое бывает. Так, что у нас тут? Загаунтли там. Гаунтли тут. Так, сейчас. Ну, тут уже сбреют эту вышку. Я думаю, не буду дефать ее коты. Вот, Гримор появился. О, чуть не попал в Рапсодию своим дельтапланом. Болл Лайтнинг. Бежать. Бежать, Гринекс. Тут куча фарма для ДМа. Хоббл покупает себе Ревенор. Для Итсов сейчас ничего не потеряно. Конечно, проседают они по голде и экспе очень сильно. Но, тут если коты ошибутся, конечно, вот, то это будет все. Ну, по вардингу мы видим, что не так, не такой обильный вардинг. Что у котов, что у яйцов. Что тут? Мы тут въезжать. Да, быстро въехали в ДМа. И ДМа разобрали вообще туизи. Три игрока Легиона. Ну, вообще, не жалеют ульту. Все правильно делают, быстро. Сливают вражеского керри. Тут у нас вся надежда, конечно, на Ревенора, чтобы он дамажил очень сильно. О, тут, не знаю, что ребята фармят. Тут надо вот этого паренька сливать. Он тут вообще в нагляк хилит еще крипов. Такое. Нет. Инженер не смог своими 56 дамаги забрать. Среди найдете от Тавера. И коты уже выигрывают в 11К. Ну, пока-пока ничего такого сверх клевого не происходит. Те бегают, те бегают. Коты бегают, убивают. Счет 14-8. Так. Сейчас быстро заберут. Очередной раз заберут ДМа. Вот тут, конечно, Шула ошибается. Надо было на ближайшее дерево, конечно, прыгать или на своего игрока, чтобы застанеть. О, отличный хук от артмейстера. Два килла для ФФ. Смотрите, какое преимущество у котов. Почти ПК на Рапсодии. Ну, я так и думал, что Евгена сейчас это сделает. Так, тут у нас опять Гринекс поверил в себя. Да. Тут быстро Гринекс сбривает, сбривает Баблса. Тут... Нет, не пойдут. Да нет, надо, ребята, уходить. Немножко наглеют. Баблса, тем более, ульты нету. Ревенор. Особо нечем дамажить. Так, ПК на Рапсодии, 2К было у Гаунтлита, он себе купил Лайт Брэнд, потом 3К у Хаги, 1600 у Бальфагора. В общем, по Баблу обалденное преимущество у котов, и это заявка на победу. Мы посмотрим. В этих играх вообще все бывает. Поэтому не будем загадывать. Может у нас Хага побежит и решит Адаса у Фонтана. Так, приобретает Хага у нас Шранкин. У нас Баблс подфармливает. Бедный Баблс. Срочили его ПК вот этими... Четырьмя смертями. Так, тут у нас Гринекс побежал. Но 2... 2 саппорта команды ИС пока не могут найти себе место, найти себе занятия. Так, тут у нас... О! Отлично! Поймали Ревенора. Да, тут его быстро сбреют. Тут уже по деньгам, конечно, преимущество огромнейшее, поэтому... Ревенор, наверное... Нет. А почему он фармил, если он под Вардом полил, что у Рапсодии есть ПК? В общем, ПК что-то непонятное, конечно, выкинул сейчас Креки. Ну и коты идут, я думаю, пушить Т3. Без Конгора пойдут закончить эту игру. Гаунтлет у нас... Собирает этот Даунбрингер. Ну, в принципе, обоснованно. И толстенький будешь, и дамаги нормально наносить. Тут Рапса делает свои дела. Ну, в общем, вот так вот. Неприятно так для яйцов играет Генчик на Рапсодии. Так, такой мини-въезд. Ну, тут уже двух пацанов ПК тут... Да, убивают. Так, тут у нас за Рапсой погнался. Тут быстро забревают двоих, Ревенора и Инженера. Тут FF двоих ульту. Ну, тут конкретный, конечно, разрыв. Коты просто в ноль выигрывают. Поздравляем Cats Gaming с этой замечательной поедой. Показали они скилл. И сейчас ожидаем игру Cats Gaming против команды Sweet Like Ice. Против стака Арчитайгера. Коты будут играть. Вот. Посмотрим, смогут ли они показать зубы, отыграться. И оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok